Доброго времени суток, судари и сударыни! Вы смотрите фильму-ревью о различных знатных игровых произведениях. Третьего дня самураи выпустили реставрированную игру под названием «Обитель нечестивых», которая носила номер зеро. Многие достопочтенные бояре помнят, что первый, второй и третий том «Обители нечестивых» были изумительной семьи мифиг. Хоть и были они уже давненько, а все равно народная любовь к ним не прошла. «Обитель нечестивых зеро» был идейным продолжателем трилогии, но был выпущен, к сожалению, только давеча, эксклюзивно на игровой кубик. Не слишком удачный игровой патефон от представителей страны самураев. И вот спустя долгие годины конструктора «Обители нечестивых» решают вновь выпустить реставрированную, слегка улучшенную версию своей классики. Но на этот раз уже на все современные игровые патефоны. Расчет конструкторов был прост на то, что достопочтенные бояре, которым нравится оригинальная трилогия «Обители», решат купить ионную, редкую, отреставрированную. Вспомнить былое и вновь окунуться в гусарские подвиги против нечисти. Расчет самураев оказался верным. Игра вызвала приятные, архаичные и уже давно позабытые эмоции. Как старые добрые времена первого, второго и третьего тома «Обители нечестивых» — ляпота. Что же нас ждет в баталиях с ужившими трупами? Сюжетец блещет логикой в стиле самураев. Месье, бывший каторжник и юная девица на службы местной охранки попадают в провоз, наполненный ожившими мертвецами. Мертвецов сначала умертвил, а потом вероломно оживил женоподобный князь своими лютыми песнопениями и злыдними пиявками. После крушения состава наш абонтурный дуэт продолжает бранную баталию, уже попадая в огромный архаичный особняк, убранству которого позавидовала бы сама компания «Зингер». Ну а там нас ждут ужасного вида создания, богохольные злыдни разных видов и размеров и, конечно же, лютый ужас. «Обитель Зеро» имеет одну особенность. Нам предлагают играть дуэтом. Правда, юная девица по совместительству фельдшер быстрее всего может сгинуть в зловещих клыках юродивых, так что лучше играть только за месье бывшего каторжника. А девицу оставлять подальше от баталий со злыдними, а их предстоит на нашем пути много. Ой, как много! Ожившие упыри и твари богомерзкие хотят полакомиться плотью человеческой. Словом, то, кто хитрые вражины, да не очень-то. У нас больше шансов сгинуть на ратных подвигах от неуважительного управления и эпилепсии камеры, чем от платоедцев. Но это всё мелочи мирские, ибо нас ждёт утерянный, классический, всеми любимый «Обитель Нечестивых». Прямо как старые добрые ортодоксальные времена. Дремучий комнатный лабиринт, запутанные загадки загадочные, да самурайские залихватские истории. А ещё, конечно, ужас от того, что патронов для ваших маузеров и берданок будет не хватать. Лекарств целебных тоже, так что игра будет тяжкая, но пристойная. И это прекрасно. Ибо от этой игры достопочтенные бояре именно этого и ждали. Ну и позвольте отрекомендовать итоговый бюллетень оценки сего творения. Он и дуролей, не любящий оригинальную трилогию. Гораз сказать, что не очень хороша отреставрированная версия. Мол, устарела, управление некузистое, все дела. Но он слеп. Либо злый день конкурент. «Обитель Нечестивых Зеро» – прекрасная игровая пластинка. В лучших традициях патриархальной стурины. Поэтому она получает 7 позолоченных яичек по бирже из 10 возможных. За 7 прощаюсь. Ваш игровой смотритель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова